Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть State of Decay. Мы находимся в городе. Нам нужно найти медикаменты. Мы нашли новых друзей и прибыли в местную церковь. У них дела довольно плохо. Их не очень много осталось. У них совсем нет припасов. Кроме того, они сказали, что они не будут у себя держать нашего друга Эда, потому что он кушен. У него лихорадка и, скорее всего, он заражен. Но, тем не менее, сказали, что если мы не найдем медикаменты, то тогда они подумают. В общем, такие дела. Сюда, в этот торговый центр, мы приехали вот на этой машине. Сейчас что-то звуки меня довольно сильно беспокоят, но я думаю, потихоньку мы сейчас спустимся и убьем ту тварь, которая напугала нас в конце предыдущей серии. Днем, я думаю, не так страшно тут будет гулять, как ночью. Так, релоад. Хорошо. Потихоньку, помаленьку. Шуметь пока особо не будем. Пистолет это на самый крайний случай. Твою мать. Вроде тихо. Один зомби и даже два зомби особой проблемы не представляют. Но они могут нашуметь. Спокойно. Они тупые. Очень тупые. Ну, мозг мертв. Практически полностью. Так, Mission Scavenger. То есть, эти признаки активности. Выжившие, что ли? Что вообще у меня с целью? Так. Way of the land. Мне нужно поискать медицину. Похоже, мы нашли медицину. Но сейчас нам нужно... Хорошо. Здесь не всегда все очевидно. Но... Пока что могу сказать, что очень круто. Хорошо, что это... Мне она нафиг не нужна. Места сколько, да? Подожди, на что мне указывает маркер? А, больше ничего не осталось. А где там кто-то? А, в стене прячется. Понятно. Хорошо. Машина... Блин. Машина это не самый лучший... ...вариант. Потому что, когда мы сюда приехали на машине, сюда полгорода потом... ...сбежалась. Искала у нас у машинюшки. Мне бы вообще найти полицейский участок, если он тут есть, конечно. Я думаю, что я могу получить правильную вид от там. Да, давай осмотримся. Вот здесь есть. Да, днем поспокойнее. Ночью тут вообще жутко было. Такой типичный городок. Американская глубинка. Высоковато. Да, попристал. Мужчина, сейчас посмотрел. Так, теперь мне нужно убрать револьвер, в первом делу. Для этого мне нужно делать вот так. Теперь я могу осмотреться. Что за дом? Склад. Место, говорит, которое достоинно того, чтобы его помародерить. Там стройка. Я вижу какое-то место, где можно помародерить. Он указывает места, на которых можно что-то полутать крутое, похоже. Так, по-быстрому осмотримся. Так, это место обитаемо. Ух ты, прикольно. Орда зомби идет. Это именно то, что мне хотелось в Тейзет. Помните, я раз 10 говорил, что помимо того, что зомби респаунятся на определенных местах, чтобы была постоянно какая-нибудь орда зомби, которая ходит, перемещается по локации, от которой очень трудно отбиться. На которую очень, ну, не всегда можно орваться. Так, чувствительность, конечно, была бы чуть поменьше, было бы удобнее. Я люблю небольшую чувствительность. Что? Ганшоп? Ух ты, круто. Так, давайте мы сделаем так. Мы сделаем controls. Оп. Нет, видимо. Видимо, чувствительность тут не убавишь. Хорошо. Мне бы это сильно помогло. Так, мини-март еще один. Я думаю, своих. Так, автомеханика тоже может быть интересно. Ветеринарная клиника. Клиника доктора Гиллори. Антибиотики для собак. Не очень отличается от антибиотиков до людей. Похоже, туда никто еще не вламывался. Хорошая идея. Ладно, стоит проверить. Там кто-то еще хочет присоединиться. Дружественные выжившие вышли на связь по рации и говорят, что тоже хотели бы с нами соединиться, объединиться на наши усилия. Посмотрим. Знаете, по-моему, это какой-то гон. Поэтому надо пушку на готове держать. Алан и Сэм выехали в клинике. Два товарища, короче, со мной там будут. Но сначала мы пойдем, вон там докопались люди. Так, это получается... Вот здесь орда. Интересно. Так, это наше место. А это... Да еще орда какая-то, что ли. Ох, в френовом месте эти выжившие. Эй, касатик, иди сюда. О, мозги, мозги. О, да, скачай. Смотри, заметил, что ли? Так, что я предлагаю? Я предлагаю сесть в наш дорожник. Хотеть, скорее, пикап. Покрутиться, позбивать всех к чертовой матери. Потом выпрыгнуть из него и свалить. Пока они будут осматривать машину, я уже буду далеко. По-моему, неплохой шанс, по-моему. Да, мы погнали. Это живой. Давай, по-быстрому. А как он обнаружил, что тут живые есть? Так, новые соседи. Новое задание. Там вот никого. О, ладно, с Богом. Слушай, мы тут не особо хорошо справляемся. Мы бы хотели к вам присоединиться. Мы бы рады были помочь, чем сможем. Так, хорошо. Все, заломали. Так, ну что? Конечно же, поможем девчонкам, да? Потому что у них тут дела совсем плохо. Так. Можно согласиться, можно отказать, можно помяться. Ничего не ответить, но... Не знаю, в принципе. Лишние руки. Для нас. Так, собирайтесь, давайте. Сейчас будем выдвигаться. Мой персонаж достаточно такой. Ух ты, патроны. Какого-то. Подожди, это мой ящик. Так, хорошо. Это мы пока складываем. Это сложим. Это сложим. Вот это сложим. Мой персонаж, повторюсь, достаточно корыстный такой. Достаточно давённый. Так, девчонки, помогай, ты давайте. Все, нормаль. Давайте собирайтесь быстрей. Хорошо, погнали. Зомби спереди. Хорошо. У меня в машине места-то хватит, нет? Я что-то не посмотрел. Должно хватить. Давайте погнали, девчат. Я бы их не спасал, если бы мне это выгодно не было. Ну, вообще, лишние руки не помешают. И не только руки. Если вы понимаете, о чём я. Всё, все сели. Ты что, ты тупишь? Да, вот кто-нибудь снимите этого урода. Хорошо, все на месте, всё в порядке. Да, погнали куда-то сюда. Направо, по-моему. Ну, окей. Должны быть, девчата. Зомби. Снаружи. Нет, внутри был. Это баг, похоже. Небольшой бажик в этой кривой игре. Так, хорошо, привели девчонок. Слишком много новых ртов. Так, давайте посмотрим, что у нас там есть. Этот товарищ болеет. Пасторш. Алан. Ну, неплохо, что. Ты посмотри, да? Это винтовка. Это шотган. Пистолет. Assault rifle. ОКМС, офигеть. Да что ж такое-то? Но. Все, хорошо. Мне просто показалось, или... Что пишет? Написано, прирожденный лидер, клерк, атлетичное телосложение. Про каждого небольшое мини-досье такое. Хорошо. Что там, свитч-ту было? Можно переключиться на кого-то, что ли? Да не может быть. На некоторых персонажей можно переключаться, представляете? Вот, допустим. Ну, или наш... Наш персонаж устал. Понятно. А здесь есть какая-нибудь не девушка, на которую можно переключиться, и которая... Не переключиться может только на девушек пока. Ладно, я не буду. Хотя наш персонаж, конечно, устал. Кто там? Лезет, смотри. Эй, а ты аккуратненько, ты так меня подстрелишь. Ну, смотри, лезут просто. Хорошо. Да, офигеть. Народ лезет и лезет просто. Хорошо, что у тебя патроны есть. Так, я сейчас поеду в ганшоп, кстати говоря. Ганшоп у нас... Где находится? Вот он. Это будет полезно. Мне какая-нибудь литовка нужна. Вообще, я так понял, нашему персонажу нужно отдохнуть. Если я все правильно понял, конечно же. Поехали, машинюшка. В кровище уже все. Ну что, боевой аппарат. Блин, столько домов. Это офигеть. Пулецейский участок, нет? Нет, это туалеты. Станция техобслуживания. Здесь, может быть, что-то полезное. Давай зайдем. Жаль, машину складывать нельзя. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Годи нельзя. После того, как ты полностью обыскал здание, говорит, ты здесь можешь сделать аутпост. То есть, здесь можно укрепиться. Интересно. Ну, это место само по себе не особо, поэтому я даже учиться тут не буду. Так, это что такое? Не особо какая-то хрень, честно говоря. Буду я ее брать. Тупая зомбетина. Не успею, похоже. Круба. Кресно все. Еще кто-то идет. Офигеть. Нет, снаружи ломится. Вернее, изнутри. Нет? А, нет, просто кто-то пришел. Хорошо. Офигеть. Ари! Ари закреплено. Нет зомбетин. Так. Зона зачищена. Зомби нет. Здесь можно полностью весь город почистить, походу. О, какой револьвер. Blackbird. 45-й калибр. Круто, конечно, берем. Так, можно связаться, сделать этот аутпост. Так, ну хорошо, давайте попробуем. Просто ради прикола. Это как-то хороший место для аутпост. Вернее? Ты уверен? Да, я поднимаю трегер на аутпосте. Хороший, говорит, место. Она говорит, ты уверен? Она говорит, ага. Хорошо. Через часик где-то будет, да? Ладно, мы поедем, поищем магазин оружия. Хочу его искать. Он стоит. Там-ка-то и есть, я уже слышу. Готово. Там-ка-то заметил. Ой, смотри как бежит. Куклячок. Свободен. Регдол в игре, кстати, ничего такой. Не нравится. Огромные, огромные прилавки. Просто манна небесная. О, тут уже пограблено все, да? Печально. Ого. Короче, она сказала о том, что народ очень рад тому, что у нас появилось новое место, новой кровати. Постепенно они туда переезжают. Так, время для апгрейда вашего дома. Ну, ладно, давайте мы сначала с этим разберемся. Револьвер. Тоже 45-й калибр. Ну, ладно, возьму. Это так вот чисто ковбойский. Вот это вот наверху, видите, там вес начал, L8, LBS. Потом отдача, похоже. Потом звук, а потом урон, самое верхнее. И здесь он побольше. Звук одинаковый. Так, секунду. Коробка с патронами. Давайте вскроем 44-й калибр. Блин. Так, что же выкинуть? Вот этот пистолет, наверное, уберу. Так. Даже не знаю. Не, я думаю, этот пистолет уберу, в принципе. Хотя нет, он тоже нужен. Лучше вот этот, потому что два одинаковых, в принципе, не особо нужны. Нормально. Место забито просто. Так, топорик. Как там мой топорик? Мой топорик в прекрасном состоянии. Здесь еще патроны 357-го. Еще 45-й калибр. 9 миллиметров. 7,62. Блин толчный. Поэтому потом возьмем еще что. Бинт открывает, я понимаю. Хорошо, это мне не нужно. Блин, знаете, я сейчас, пожалуй, схожу к машине. Сгружу все крутое и вернусь сюда, потому что у меня тупо места уже не хватает. Офигеть во сколько. Валим. Валим. Это... Это орда. Хорошо. Маленько развлечемся, пока машина позволяет. Нормально. Так, а это что такое? Что за горбун? Непонятный какой-то. Мутный до ужаса. Блин, тут столько всего. У меня просто глаза разбегаются. Слишком много мест, куда можно пойти. Картинка игрока, я разблокировал. Всю жизнь мечтал. Так, вот, смотри, что у нас тут получилось. Апгрейд. Апгрейд дома. Как это сделать? Этот, что ли? А, тут много чего можно строить, смотри. Ой, как это все непривычно. Не хватает материалов. Не хватает материалов. Зона отдыха. Ух ты, ты посмотри, сколько тут всего. Так, это вот это вот место, по-моему, да? Нет, это наша зона, блин. Ой, мозги скрипят. Тут пока ни на что материалов не хватает. Нужно хватает. Можем это в поликлинику превратить. Этот маленький дворик. Медицинскую зону. Предложить. Так. Попытка связаться с новой группой выживших. Офигеть, столько всего. Давайте для начала вот это, наверное, прокачать. 25 стоит. Блин, не хватает. Ну ладно, давайте вот из этого сделаем нормальную медицинскую. Лим тоже не хватает. Господи. Как это все сложно. Как это непривычно. Хорошо. Будем разбираться потихоньку. Если все понимают, что мне нужно набрать. Ладно, я думаю, в будущем разберемся. Хорошо. Supply Locker сюда мы сложим патроны к 22 калибру. 45 это то, что нам нужно. Это что? 44. Shotgun. 22. Хорошо. В принципе, вполне себе неплохо. Я особо и не пользуюсь этой штукой. Она восстанавливает выносливость. А мне, в принципе, еще ни разу не пригождалось. Поэтому пока послежит. Я так думаю. Жизнь, кстати, надо восполнить. Давно уже бегаю. И все забываю. Окей. Теперь давайте смотаемся. Заберем то, что осталось в этом оружейном магазине. Офигеть. Это кто такие, блин? Второй раз уже пугаюсь. Машина, конечно, да. Такая вся в кровище. Смотри на него. Ты просто посмотри на этого. Это, знаете, напоминает... Возможно, кто-то читал книгу Андрея Круза. Эпоха мертвых, как его называть. Уже давно читал. Но это одна из лучших книг на тему зомби-апокалипсиса, на мой взгляд. И там переживавшие мертвые плоти мертвецы становились быстрее, сильнее, более прыткие. Вот это что-то наподобие, по-моему. Очень похоже. Видите, как они двигаются. Так, ладно. Пока нормально. Это нам нафиг не нужно. Чем проверять второй этаж? Подожди, тут что-то есть тоже. Крутую место офиса такое. Я думаю, что-то найдем хорошее. По-любому. Граната. Нормально. А, это химический зажигатель. Термитная. Круто. Так, это я, пожалуй, сброшу. На втором этаже, по-моему, кто-то есть. Блин, это крутая игра. Я ее обожаю. Вот именно после того, как я понял, что, хоть по сути, градишки небольшие, но здесь можно зайти в каждую... То есть, в каждую... Каждый уголок. Ничего я не нашел. Круто. Вот это вот реально круто. Лучше, говорит, еще осмотреться. Так, для гранатометов. Так, все это, похоже, последнее место. Блин, да сколько их там снаружи? Мне надо, у нас есть такая. Ктулху! Так, все, нет, все. Вроде бы. Нет. Попросительные знаки. Значит, где-то что-то я еще и нашел. Что странно. А, вон смоле. Ничего, блин. Все, ничего не осталось. Смотри, тут отстрел какой шел, да? Офигеть. Показал, что мне кто-то за спиной, я же испугался. Да, хватает. Ну что, на этом давайте закончим, а в следующей серии пойдем в медицинскую клинику, то есть ветеринарную, и там поищем медикаменты, антибиотики. Я думаю, это будет интересно, но сначала мы заедем на нашу мини-базу и сложим все, что нашли тут. Тут мы нашли даже подствольную гранату для гранатомета, это круто. Пока что могу сказать, что игра, она именно сильна не сюжетом, там невозможностями, а открытым миром. Он тут очень интересный. Таким должен был быть War Z, если бы его делали не криворукие уроды, на мой взгляд, потому что здесь все выполнено примерно в том же ключе, далеко не так реалистично, как в DayZ, более казуально, но при этом и более дружелюбно к игроку. Другое дело, что в War Z очень сильно упороли баланс, что на начальных этапах, что сейчас, а здесь все выполнено просто как надо. Хотя я, конечно, хотел бы, чтобы зомби были посильнее, скажем, как зомби Ю. Помните игру? Вот там зомби, реально даже один зомби представлял опасность. А здесь один, два, три зомби, не так страшно. Но как бы там ни было, в принципе, игра меня очень радует. Надеюсь, понравилось вам. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok